так всем привет я бы понимал из политеха и сида чем вы занимаетесь расскажите зачем вам в я так понимаю вы там безопасностью занимаетесь вот в этом нужен для общего развития понятно чем вы занимаетесь чему учитесь чтобы я мог построить правильно лекцию так понял ладно кто не занимался вебом знает что-нибудь хочет что-нибудь о нем да ну чё там народу в общем тогда пойдем со снов для общего развития в любом случае вам пригодится вот самым базу потому что даже если вы будете работать в нас вам все равно пригодится эта фигня потому что она есть сейчас везде и за ней будущее ладно поехали здесь мы будем рассказывать про три вещи html css gs и их используем в боевых проектах что такое что миссис gs это в принципе три кирпичика на которых строится вообще весь веб все соцсети которыми сейчас пользу все приложения инстаграм и вконтакте ки фейсбуке все 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 абсолютно сейчас вот все что работает в браузере это наша поэтому как минимум пригодится для общего развития немножко разницы что такое чем отличаются в приложении доступные мобильные сейчас собственно они и есть три типа основных ну помимо всяких консольных приложений которые используются на заводах на древнем оборудовании десторное приложение это грубо говоря берем mac windows неважно приложение которое использует библиотеки операционной системы работает в ее скажем так среде мобилки то же самое только на телефонах планшетах принцип у них плюс-минус одинаковые и сильно отличается от них в собственно если доступны мобильные приложения написаны с использованием в технологий но это так себе идейка лучше так не делать но принцип в его другой он строится по архитектуре веб сервер и клиенту в основном конечно сейчас дальше буду рассказывать что там все немножко сложнее на принципе такой есть клиент который открывает сайт этот сайт обращается сервером который обращается там с базы данных неважно где и вот собственно backend веб-сервер он занимается логикой каким-то отображением чисто серверные задачи и все что вы видите в браузере происходит на клиентской части собственно то что html css и джесс собственно кстати еще вопрос про три вот этих понятия они отвечают за разные вещи html это организационная структура css это собственно отображение как это выглядит же с это поведение это базовое знание то есть базовое понимание то этих вещей да кстати если кому-то что-то непонятно даже если непонятно ничего можно меня смело перебивать и спрашивать задавать вопросы поднимайте руку я вас прошу хорошо вопросов не имеем поехали с html есть у меня такое небольшое свойство я просто очень быстро разговариваю быстро рассказываю не спрашиваю даже принимаясь не понимаете потом середине лекции я торможусь никто ничего не понимает и мы начинаем за но поэтому если вам интересно и что-то хочется узнать спрашивайте меня сразу и так html язык разметки собственно которые описывают структуру сайтов структуру приложений и в принципе любую структуру он основан на каком-то древнем как мамонт на древний как мамонт спецификации под новые нужды заточен из чего он состоит html это язык разметки на нем не программируют когда слышите фразу программе на что мы бейте два человека сразу ногами желательно он описывает то есть если кто-то видел такие вещи как xml там не знаю еще что нибудь у гмл мл в принципе это просто наборы каких-то контейнеров которые содержатся другие контейнеры в которых содержатся какие-то данные все прошли мы в принципе знать ничего не надо он состоит из тегов ну вот теги и у тегов есть атрибуты все это весь html другой вопрос другой вопрос что тегов этих 104 т до 168 атрибутов и все это надо знать наизусть чтобы ими заниматься ну или постоянно иметь доступ в интернет но лучше знать так что если как строится html html обычно текстовый файл которые пишем теги в определенной последовательности с определенными атрибутами с определенными названиями и браза уже из них компилирует так называемый дом дерево ну дальше час объясню принцип html это вложенность друг в друга на которых сейчас нет если наверно все-таки покажу сначала дерево то есть как браузер видит html он берет каждый тег делает из него какой-то объект привязывать к нему свойства в него впихивают еще объект объект объекты и вот такая вот большая реально большая фигня хранится в браузере под это вопрос о том почему браузеры жрут так много памяти так вот из чего состоит так так это базовая единица html из него из них собираются все страницы вот любую страницу который вы не увидите она будет сделана из этого все очень просто вот этот тег текст в кавычках как называют не помню в скобках треугольных неважно открытый закрытый открывающий так закрывающий так между ним контент все больше туда можно в этот контент впихивать еще теги но принцип остается неизменным и у тебя есть атрибуты каждый атрибут есть универсальные атрибуты которые применяются ко всем тегам есть атрибуты не универсальные которые применяются к определенным так имидж который вставляет картинку на сайт у него есть там путь и альтернативный текст который будет показывать с картинка не загрузится так я чувствую опять очень быстро вопросы пожелания понятно хорошо идем дальше не вопрос вот список тегов это страдать и учить то просто берете открываете этот а лучше брать ходить и со временем она запомнится но их там очень много реально и каждый по-своему ведет себя и каждую определенную функцию выполняет и больно так документ обиджик модул я вам уже показал дом дерева так браузер интерпретирует html html эта структура он описывает что будет на странице до что мы 5 свежая версия куда добавили чтобы убить флэш и всякие другие скажем так как их называют плагин и видео аудио все что сейчас так модно это вот пару лет назад буквально появилась и добавил только бы головной боли на самом деле но вещь хорошая это так для общего развития информации а вот теперь проблема html все основные проблемы html в одной вещь браузер это совместимость между браузерами потому что каждый интерпретирует html по своему это старые браузеры которые интерпретировать html вообще не умеют в принципе по-своему опять же мобильные браузеры которые очень похожи на старые браузеры потому что они работают по каким-то непонятным технологиям и могут выдать совершенно не то что вы ожидаете ну и соответственно из-за этого у нас выходит зоопарк браузеров которых тысячи ну да это что вот 104 элементов 14 категориях у которых 138 атрибутов а также 73 обработчика событий 117 интерфейсов 26 событий и это все надо знать наизусть потому что одна опечаткой работать не будет ну к счастью наверное всеми элементами никто никогда не пользуется есть 10 20 которые используют но в принципе это очень жестоко в принципе а ну тоже для общего развития фар сейчас и разрабатывается стандарт по которому весь html будет делиться на отдельные там отдельные компоненты в которых будет свой html css там джейс и они будут просто собираться в браузере отдельно друг от друга независимая это решает кучу проблему ну вроде перспективной технологии но пока движение поменят так html закончили вопросы есть никаких вопрос положить ничего не понятно да нет серьезно если непонятно пару лет назад я вел лекцию первую или вторую в общем рассказал всю лекцию рассказал и в конце вопроса в конце презентация спрошу есть вопросы да и таки да у нас есть вопрос какой вопрос что такое так ну так это текст в кавычках в скобочках все поэтому я переспрашиваю теперь постоянно если вопрос у кого нет потому что может кому-то интересно кто-то стесняется задать вопросы это нормально смысле стесняться ненормально задавать вопрос нормально так сейчас секундочку простите так хорошо поехали дальше раз вопросов не имеем значит идем дальше css css это восхитительно потому что никогда не работает так как ты хочешь каскадные таблицы стилей они описывают то как будет выглядеть html страница в браузере цвета позиции вот это все положение размеры так как он создавался 20 около того лет назад точно не скажу и с тех пор почти не менялся это больно это вот самое болезненное место наверное все верстки да он описывает визуальный поведенческих свойств html описывает структуру css показывает как эта структура должна выглядеть в идеале потому что идеального мира не существует да как описывается css просто у него есть селектор пока это селектор это скажем так формула по которой браузер понимает какому тегу применять вот эти свойства свойства которые вы опишите правило вот правило по которым выбирается их много тоже несколько десятков совершенно там вложенные следующие прямой потомок не прямой потомок ну да это тоже надо знать на язык потому что это ну если разбираться с чужим кодом или посмотреть там написать в начале это очень-очень нет вы не поймите неправильно я очень люблю свою работу я очень люблю верстать я очень люблю писать джесс я действительно фанат своего дела но надо понимать с чем столкнетесь потому что это не си где можно выстрелить все много записав память что-то другое здесь так нельзя но здесь можно выстрелить себе в голову сломав просто визуальное представление о том что вы делаете так ладно css основные селекторы там есть несколько типов по которым скажем так выбираются это название тега айдишник и класс и атрибут в принципе вот это достаточно для того чтобы знать все остальное настройки по ним применяется то есть напишите тег он будет применять ко всем ко всем тегом с таким именем айдишник айдишник и такая вещь которая должна в принципе быть уникальной на странице поэтому если будет несколько одежников с одним именем она может сработать только на один элемент а может не сработать вообще все очень зависит от браузера ну и класс стандартная по ним сейчас работают все атрибуты редко используются но если захотите когда-нибудь в поизучать или как-нибудь столкнетесь но я дальше буду рассказывать если вы собираетесь там на бэкэнде что-то писать вам все равно придется столкнуться с этим чем бы вы не занимались да еще немножко про селекторы то есть там а ну вот прямой то вложенный потомок то есть в хедер спам применится к вот этому элементу если написать такую галочку он применится к прямому потомку у которого нет больше вложенностей следующий вот span следующий запи вот применится к этому так просто их там несколько десятков как я уже повторял так да вопрос backend backend это серверное приложение как раз то есть там php ruby dotnet то что скажем так имеет логику обрабатывание того что приходит от браузера то есть это где-то стоит сервер и он обрабатывает запросы то есть какую страницу сейчас отдать какую показать авторизация хранения данных сохранения загрузка данных backend это серверная приложить серверная часть приложения а вот все что вот этот называется frontend так на всякий случай псевдоэлементы псевдо класса есть элементы которых не существует на странице но их можно задать через css а псевдо класса описывают состояние например а hover это будет ссылка в наведенном на нее курсоре при наведенном на нее курсоре вот тоже это опять же читать учить в целом если нужно самая большая сложность css это каскады это собственно то из-за чего они пришли за не придумали си ведь самая большая головная боль это select правило очень длинные правила очень очень длинные правила и сложные сложных приложениях она всегда бывает сложная сейчас я буду позже рассказывать что придумали пути обхода но в принципе каскады это вот принцип по которому строится большие селекторы и есть последний рубеж если вдруг когда-нибудь вам придется править чей-то чужой код у которым у вас нет доступа вы сможете написать либо если у вас есть доступ к штаммл in line am то есть прям так атрибутом ставил и там написать все стили для css тогда он перебьет все стили написаны где-то там файлах либо наоборот если у вас нет доступа к штамм или вы можете написать important в css и он перебьет то что будет написано в html но лучше этим не увлекаться потому что это зло а да почему не стоит использовать один но здесь я не написал айди как раз онлайн овский стиле ну внутри написанные атрибута и important в в нормальной ситуации потому что как строится вообще как ну допустим сейчас я вам покажу еще раз у меня здесь плохой пример ну допустим у нас есть вот такой стиль здесь что-то написано и вот такой стиль здесь что-то написано у не браузер будет определять по какому принципу применять то есть какой главнее из этих декларации какая главнее из этих декларации по определенным правилам которые очень сложные я понял все проехали дальше мы будем рассказывать здесь в общем если у вас хотя бы в селекторе вас в таком есть один айдиш ник даже 1000 классов него не перебьют будет применяться тот селек вот допустим вас есть такое же только без айди он применится на стиль добавить айди будет применяться это даже если вы напишите в соседнем тысячу классов это самая большая проблема css а почему сейчас от каскадов старается отказываться в общем вы поняли да нет не поняли в общем да я вижу головами вахают как бы это сказать очень сложно сейчас рассказывать самых азов знаете такую проблему знающего человека который не может представить себя на месте того кто не в курсе совсем вот в общем проблема этих селекторов в том что уйди самый высокий приоритет если вы где-то в селекторе впишите айди он перебьет все остальные селекторы в которых нет айди где было там не написали они считаются вот по таким принципам но сколько бы здесь не было он никогда не перебьет эту это вот имя тега здесь класс здесь айди и здесь онлайн на самом деле здесь есть еще important вот но на картинке его здесь нет я бы забыл сколько бы вы не указали тегов если в них есть один класс этот стиль применится в первую очередь потому что он сильнее и точно также с садишь ником она может позже еще и подробнее объясню пока пока проблема css то что я вот сейчас пытался объяснить хитрый непрозрачная система селекторов это реально непрозрачно непонятно и понимается только на своем опыте на личном другие проблемы это вы произрастает из-за древней архитектуры это отсутствие переменных каких-то функций отсутствие нормального синтаксиса сложно писать потому что каждый 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 элемент приходится руками вбивать руками описывать дальше я расскажу как как с этим борются ну и совместилось брал уже та же фигня они тоже интерпретируют по-своему особенно старый сейчас получше но все равно все очень плохо да конечно по первым трем чем вот это да ну по первым трем проблема в том что css у него нет разработчика она просто как-то исторически сложилось одни браузеры делали свой css другие браузер делали свой css потом они объединились такие решили нам надо стандартизировать стандартизировали отлично все у всех пошел другой css и снова появилась десяток браузеров которые делают все по-своему потому что официальной спецификации так и нет официальная спецификация вот css 3 недавно появился он да он хорош добавили анимации добавили там какие-то новые классы свойства а основные проблемы не убрали это в принципе главная проблема верстки то что орган вот этот в 3w 3c он не решает проблемы насущные он вешает красивость я не знаю почему так происходит но они не могут договориться между собой а нам приходится страдать есть я сейчас расскажу есть скажем так обертки которые помогают в при этом вот при процессоре css как раз они они решают проблемы но они компилируются в тот же css он обычно очень жуткого качества но зато их писать удобнее то есть у них есть переменные синтаксический сахар функции в куче всяких объекты там наследование полноценный язык программирования только для описания свойств они автоматически расставляют вот эти все как называются хаки как хаки по-русски будет костыли костыли для браузеров чтобы она работала везде и автоматически то есть это упрощение работы верстальщика он пишет как ему удобно а при процессор уже перегоняет его в нормальный вид но вот именно так чтобы было стандартизированная css с красивостями но к сожалению ничего с этим не поделать на данный момент может быть когда-нибудь ближайшем будущем они все-таки родят но пока приходится жить с тем что есть ответил вопрос больше вопроса еще есть может быть появились нет не видно хорошо тогда идем дальше да и собственно из за того что css это самое-самое страшное место все верстки придумали кучу методологии о том как называть классы чтобы они не создавали проблем придумали готовые решения для классов для стилей которые вы подрубать и получаете сразу же красивую картинку не пишет не не написав не строчки кода в css организовали структуру подключили быстро все у вас красивая картинка быстро отлично и кучу еще всяких вещей сделали которые из коробки просто создают готов как сказать готовое решение дают не могу слов подобрать в общем полуфабрикаты да хорошее слово выдает полуфабрикаты на которой на основе которых можно собрать свое приложение в короткие сроки их они разные их куча учить их не нужно это придет с опытом какой из них лучше какой удобнее какой походит под данный проект это все очень зависит так третий пункт сейчас секундочку извините да конечно а фреймворк фреймворк это грубо говоря скелет чего-либо фреймворк если это фреймворк языка программирования то это скелет который дает основные функции основ основной функционал который используется постоянно то есть например ну сейчас про джейс расскажу ладно пусть будет джейс например у джейс есть там ну ангуляр мой любимый он из коробки там сразу и опы и какие-то работа с опишками удобная и работа с джейсин файлами с любыми файлами и структурой то есть он облегчает жизнь не надо писать велосипеды которые используются постоянно уже на наработанных кем-то других вещах вот фреймворк но в принципе нет кроме функционал очень не дай кроме того что код пишется быстрее признание фреймворка сильно быстрее не приходится каждый раз переписывать писать точнее заново одни и те же велосипеды а таких велосипедов во фронт-энде очень много очень мне кажется даже больше чем в джаве в какой-нибудь которая бы обросла уже всем чем можно ответил на вопрос да еще вопросы появились хорошо переходим джиэс джава скрипт джава скрипт от нижего вообще никак с ней связано в принципе на самом деле название java скрипт когда человек у которого придумал он написал его за 15 часов или за 15 дней вот врать не буду не помню за 15 чего-то очень быстро и назвал его джава чтобы по хайпится то есть подняться на волне популярности языка джава просто его назвал джава скрипт потому что джава была популярна все другого объяснения появлению джава в джава скрипте нет и они никак не связаны никак не похожи потому что синтаксис ну уси тоже такой синтаксис и ничего вот это главное потому что ну смысл это не главное это так для общего развития почему сейчас с джиэсом такие большие проблемы потому что изначально он был придуман для того чтобы добавить немножко интерактивности формочку запомню запомнить какой-то диалог выскочит там снежинки падающего 90 было популярно просто красоты навести и чуть поудобнее было чтобы работать а сейчас на него вешают тип всю бизнес логику приложения вот все что можно сделать на бэкэнди сейчас спихать на фронт-энд потому что это модно в принципе нет местами это хорошо то есть какое-нибудь приложение типа сейчас могут написать photoshop в браузере потому что это жава скрипт это прекрасно ему не нужен бэкэнт в принципе незачем он самостоятельно может работать даже если вас интернет отключен но сам язык javascript он не рассчитан на такое использование он был рассчитан на то чтобы добавить чуть-чуть функционала и красивости и не блокировать работу чтение скажем так страницы и отсюда вот просто вылезает куча проблем ну большинство фреймворков которые ну готовых решений для javascript а которые сейчас существуют они не расширяют функционал они закрывают дыры самого javascript первая проблема что у вас нет альтернатива в браузерах только javascript да там будет дальше о том что есть всякий type script и и прочие настройки но они все компилируются в javascript альтернатив нет раньше когда я начинал кодить еще было microsoft вский vb скрипт в интернет-эксплоры по 4 что ли версия это было еще хуже пусть лучше будет безальтернативный javascript серьезно так вот альтернатива нет дальше проблема номер два асинхронность в чем смысл javascript а вот кто нибудь сейчас на чем кодит ну просто пример да на чем ну что он популярное там dotnet c sharp php да есть да но в принципе питонщики есть есть питонщики есть один питонщик но один малоска извини просто есть такое понятие как лямда функции и в питоне и замыкание насколько я помню тоже фишка в том что проблема javascript а то что вы можете отправить запрос и код у вас дальше пойдет выполняться и когда к вам придет ответ это невозможно практически отловить сам самими средствами языка приходится писать обертки которые будут отслеживать и возврат этого кода и вот он вроде бы как должен там до много задач параллельно а на самом деле это получается такая беда что вы вызываете друг вот эти вот функции перекидываете это больно нельзя просто написать там забрать отсюда это забрать отсюда то забрать отсюда то то выдать результат ну что забрать отсюда это он пошел в другой трет сразу начинается плане следующее а тот еще не пришел и он пытается ждать эти данные хотя эти данные он уже отправил третьему лесу это вот жутко бывает реально жутко с этим надо справляться и к этому надо быть готовым если работать же с но это круто бывает это действительно очень интересно помогает сильно если например какие-то большие данные надо обрабатывать их от правил обрабатывается дальше занимаешься своим делом проблема номер три но я не считает проблем потому что отсутствие типизации с такой строгой для меня очень привычно но в принципе очень многие жалуются что там нет типизации то есть там можно сравнить строку с объектом ничего не скажет он выдаст какой-то результат иногда рандомный смотря что с чем сравнивать потому что можно сравнить пустой объект с пустым объектом он выдаст ноты намбур ой не сравнить сложить и то есть там можно складывать строки с числами числа с объектами объекты с массивами массивы с нулем который на у ну и это ничего не вызовет ошибок просто очень будет рандомная как называется рандомные результаты если об этом не знаете очень много будет ошибок кстати здесь же поэтому используйте тройное равно там есть строгое равно 3 да вот вот оно 3 равно это строгое равно и не строгое равно то есть если будет там три в кавычках 2 равно 3 цифра он выдаст true а если три равно уже не выдаст потому что типа не приведены используйте три и приведение типов вас не коснется это так да еще там нет опы в принципе тот прототайп прототипированное вот это наследие это такая ересь это такая жуткая ересь что создано уже пара десятков фреймворков которые тупо делают об и стараются это действительно это это жестоко для человека который работал с любым нормальным языком ну как нормально бэкэндом языком программирования это жестоко но в принципе этим пользоваться можно но это проблема замыкание кто не в курсе что такое замыкание в питоне и еще где-нибудь нет не в курсе в общем это на самом деле просто область видимости переменной которого вот есть у вас допустим функция вы в ней объявили переменную внутри этой функции объявили еще одну функцию переменная с первой функции будет видно во второй функции переменной второй функции не будет видна из первой функции все это в принципе объясняет все замыкание область видимости переменной она сложная но в простое в то же время но люди их не любят потому что кому-то обычных не любят те же кто не любит отсутствие типизации да конечно да а потому что это считается вот приходят люди работают они с бэкэн там с пхп с дот на этом с джавой они начинают им приходится очень часто работать java скриптом и они не понимают работа этих замыканий то есть там области переменные например там namespace и всякие присутствуют всякие ну как объяснить просто в джейс функция это тоже объект вот и у и в переменная это даже не свойства объекта она где-то внутри как-то хаотично расположена то это действительно очень сложно понять не на примере считается это проблемой я тоже считаю про не могу к сожалению прямо так ответить на вопрос почему здесь это на этом акцентируется внимание потому что не всегда логично срабатывает эти области видимости вот так и главная проблема java скрипта это программисты на джейс который вас съедят если вы укажете хотя бы одну из на одну из тех проблем которые указал раньше они доказывают что это не проблемы это плюсы потому что джейс сейчас популярен а большинство не может ошибаться берегитесь программистов на джейс особенно бородатых и с бритыми висками так не я на самом деле не бородатый про альтернативы есть несколько оберток самый популярный вот type script кофе скрипт дарт которые позволяют как-то улучшить язык то есть тайп скриптом добавлять типизацию какие-то немножко другой синтаксис облегчает как это написание кода потому что например джейси нету итераторов то есть там нельзя написать нет итераторов по значению массива там интерак итераторы только по ключу массива и проходить по массиву приходится либо асинхронным мапом мэпом либо дедовским способом через объявление переменной и и равно нулю ну кофе скрипт он в руби подобный вариант джава скрипта дарт дарт не помню вот честно врать не буду про дар сейчас ничего не скажу альтернативы есть но они все компилируются также в js и могут нет иногда компилируются хорошо в большей степени то есть если кому-то удобно это нормально еще одна проблема джесса это реально огромное количество решений на все случаи жизни и не всегда понятно что из них выбирать то есть вот здесь я собрал только самые популярные вот самые самые популярные и уже в них можно запутаться чем от были отличается например ангуляр от нокаута сходу не ответит практически никто что такое метеор зачем нам же кури в 2017 все почему mbgs еще живой зачем придумали react и в этом зоопарке можно реально запутаться это покруче чем зоопарк браузеров для верстальщика с проблемами совместимостью это действительно это в каждый фреймворк приходится смотреть разбираться в нем понимать чем он отличается от других и снова страдать также есть версия для разработки серверных приложений не клиентской части а серверным на джаваскрипте называется not js вещь хорошая но опять же вот эта асинхронность эти функции возврата колбеки я вот честно я да я знаю но джаз я пытался пару приложений написать но это настолько жестоко я простейший час чат наверное неделю писал в первый раз это то есть если вы привыкли работать там с дот на этом с php с питом с питом еще может быть кстати полегче со всем остальным это будет больно потому что это лучше не надо в общем как почувствовать у прелесть джесс это просто загугли в это джесс выпадет куча всяких приколов из реальной работы которые может выдавать javascript так по моему по трем сейчас параметрам да сейчас перейдем на следующий на следующий значит теперь переходим к использованию вот этого всего он в реальных проектах то есть когда у нас есть backend когда у нас есть фронт-энд проблема в том что обычно фронт-энда нет всегда у нас есть разработчики которые делать серверная и им же приходится верстать вешать стиле писать джесс потому что как раз вот вчера наткнулся на статью где говорилось что фронт-энщика то есть джава скриптера берут только тогда когда уже не справляются сами поэтому большинство приложений сейчас в вебе они но так себе качество потому что опять же повторюсь backend щеки он сложным в джава скрипт но в целом что можно сказать вот о том html css gs и если используем backend frontend отдельно backend отдельно представление то что как она выглядит что показывается отдельно логика самого приложения работы с база данных обработка каких-то как это называется поступающих данных тоже отдельно разделяйте это очень важно не пишите прямо обработку данных прямо в коде php который вы впихнули в коде htgs который впихнули ваш тмль который впихнули в php да не мешать разные код в одном файле во-первых это не читаем то есть в принципе не читаем то есть от слова совсем html отдельно разметку отдельно css отдельно выносите файлы gs отдельно выносите файлы если вам надо генерируйте gs бэк-эндом но выносить его отдельными файлами backend вообще отдельно чтобы к нему не было доступа снаружи обычно backend backend скачать приложение она лежит где-то стороне от папки public в которой хранится вот это вот все какими-то хитрыми узлами она связана да плохо на примере по пешки выводим эхом кусок а что имели в котором кусок стала в котором кусок скрипта и вот когда вот это вот каждая будет по несколько тысяч срок вы умрете хорошо темплейте в темплейте ки у нас есть html которая вытаскивает данные вот отсюда с помощью темплейтеров на и дальше расскажу отдельно нас стиле отдельно скрипты все красиво все читаемым по-хорошему скрипты gs все это тоже надо по каждый модуль отдельно собирать проблема кстати в том что у css что html что джесса у них нет автоматических модулей каждый модуль каждый файлик вам придется писать вручную если не пользуются готовыми приложениями ладно готовыми решениями типа в пак ну те кто собирает вот эти все файлики автоматически require gs их куча тоже но жалко что этого нету в из коробки вот на примере модулы в контроллер это такая способ архитектура одна из возможных приложения стандартная организация файлов вот в папке protect от у нас лежит все с логикой там где-нибудь работа с дб где-то у нас там работа с авторизацией еще кучу кучу ксево контроллеры которые определяют логику работы страниц и вот есть у нас в юхо представление само которое содержит файлик который берет отсюда темплейты и наполняет их данными и рисует но здесь на примере dot на это того же в принципе тот же самые контроллеры то есть которые логика управления отображением модели которые содержат данные какие-либо скрипты у нас обычно gs здесь в представлениях отдельно опять же мог быть несколько темплейтов которые собираются опять же где-то в другом файлике общем по другой логике то есть разносите все по файлам вот буквально две страницы кода скролл коды на две страницы тоже большой файл шаблонизатор для разных языков их куча их куча это для java для питона для php для перла для руби php сразу так выделяется выделяется php потому что потому что он изначально был настроен на то что это персонал хомпейдж ну да они тоже есть у си шарп очень классный рейзер на ну вот да но рейзер он и конечно совсем шаблонизатор но очень удобная штука на самом деле вот большей части используется на ней и вот тысячи 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 для всего тысячи миллионы тысяч ну суть важно их много для любые можно найти под себя можно найти под проектом какие-то быстрее какие-то удобнее для любого языка потому что если вы даже работаете не знаю на джаве что-то пишите есть момент что когда-то вы попадете в проект который будет бэкендом для какого-нибудь супер приложения банка и вам придется писать html css и js или вправить в жизни всякое бывает ну в принципе об этом это не хочу несколько советов дать чисто вот в целом про работу не относитесь ни к чему серьезно в принципе можно перегореть на работе если вы будете переживать за каждую строчку кода который вам не утвердили за каждый баг который вам вам надавали по голове не относитесь серьезно не пойду не принимайте мне показалось что кто-то рук поднимал нет а хорошо просто будьте более расслабленным ну и не относитесь слишком несерьезно потому что раздолбать не любит никто не забывайте о том что работает на вся жизнь отдыхайте там загораете отдыхать и въезжайте в отпуск ну и конечно слушайте мою музыку я там чиптюн пишу всякое есть гитарная есть электронная на разные вкусы и приходите осенью на наш фестиваль у нас будут выставка старых компьютеров у нас будут турниры у нас будут лекции да да пожалуйста предыдущие вот так вот про фестиваль у нас там будут конкурсы викторины всякая тоже музыка графика что у нас там еще будет косплей ну косплей да так все следующий кадр можно следующий кадр да 9 сентября по-моему нигде не написано 9 сентября пока следите за новостями будут известно позже местоположение и точная программа вопросы меня всегда можно найти спросить о чем угодно еще вопросы какие-нибудь появились да в смысле и дэшки абсолютно любые в принципе любая дэшка поддерживает что джейс что html что css именно как для верстки я рекомендую соблайн текст или брекетс они наиболее легкие и легковесные у них нет вот это сей джавной тормознутости как у над бинса или вот веб шторма но это абсолютно абсолютно личное предпочтение еще вопросы нет все тогда спасибо да да имя все спасибо большое вам а и